19 июля 1893 года в селе Багдате в Западной Грузии родился главный бунтарь русской литературы Владимир Владимирович Маяковский. Нет, ну Марин, ну это ужас, давай по-другому, пожалуйста, не как полтора года назад. Ладно, хорошо, давай. В этом году исполняется ровно 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Какие ассоциации возникают, когда слышишь его имя? Канареечная блуза, пощечина общественному вкусу и громкий бас. Но вместе с тем вокруг его личности возникло много мифов. И они настолько привлекательны и вписываются в образ футуриста, что порой кажутся правдой. И мы считаем, что самое время развенчать некоторые из них. Не будем основываться на знаниях о любимом писателе и узнаем, какие мифы о нем укоренились сознанием сквячей. Вы знаете стихотворение «Мы любите розы»? Да. Да. Да, знаю. Да. Да. А как вы думаете, кто его написал? Владимир Маяковский. Владимир Маяковский. Маяковский. Да? Нет? Ну, больше всего версии я слышала, что это он, но я не могу на сто процентов быть уверенной. Но, видимо, это не его стихотворение. Исследователи творчества Маяковского сомневаются в авторстве этого стихотворения. У поэта узнаваемый стиль, поэтому его нетрудно пародировать. Лесенка, восклицания, неологизмы – неотъемлемые элементы творчества. Нередко Маяковский использовал грубые образы и высказывания. Это вызывало шок у добропорядочной публики. У Маяковского, конечно, были провокационные стихи. Например, с нецензурной лексикой. Но декламировать мы их, конечно, не будем. Вы их и сами можете найти на просторах интернета. Как Маяковский относился к Есенину? Плохо. Они с ним дружили. Не очень хорошо. Были, мягко говоря, в конфликте. Они ссорились. У них разные стили, подход к творчеству был. А так, не знаю, может, они вполне могли время проводить вместе. Ну, насколько я знаю, так себе, конечно, относился. Вообще, насколько я знаю, у них была такая вражда, соперничество дух был. У них, потому что они были из разных течений, да, это футуризм Маяковский получается. А Есенин у нас из крестьянских поэтов и все такое. В нашем выпуске о Есенине мы уже рассказывали про первые впечатления Маяковского от крестьянского поэта. Иллюзия вражды укоренила сознание современников после поэтической дуэли. Но они не питали друг к другу ненависти. Подтверждают этот факт встречи двух поэтов в 1923 году, когда Есенин искал сближение с Маяковским. По словам футуриста, встречи их были эллигические, без малейших раздоров. А после смерти им и женисты Маяковский написал. Конец Есенина огорчил. Огорчил обыкновенно, по-человечески. Как Маяковский относился к классику, то есть к Ледушкину, к Толстону, к Настоярску? Среднее, нейтрально. Нейтрально, будем говорить. Классики. Вообще, он сам же писал как прозы немножко, то есть, ну, у него не было особо рифмы сильной. Поэтому, я честно не знаю, но думаю, что неплохо, неплохо относился. Честно говоря, я даже как-то не вдавалась в эти подробности. Он хотел сбросить с теплохода современность. Маяковского обвиняли в нелюбви к Пушкину и неуважению к классическому наследию из-за неуважения и эпатажа футуризма. Крамольные строки находили в том числе и в манифесте футуристов. Немногие поняли, что это был крик не против Пушкина, а против его памятника. В стихотворении юбилейной Маяковский писал. «Я люблю вас, но живого, а не мумию!» Навели хрестоматийный глянец. Вы знаете, как вот это стихотворение Маяковского? «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно». «Значит, кто-то хочет, чтобы они были». «Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной». «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». «Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Поздравляем Маяковского с юбилеем и надеемся, что мифов о нем и его творчестве стало меньше. Любите литературу и ждите новый сезон «Москвы писателя». «ОнHAN», «Послушай», «тҒгар», «это угости», «мik» «Вто butcher», «вдитрий». Продолжение следует...